Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Ну что же, для начала забежим быстренько с вами в магазин и откроем бесплатно колоду. Что нам здесь достается? Неужели там Макмен? Нет, Крип! Это хорошо, друзья. Так, заберем с вами Ревард, поднять уровень персонажа и в боях нам нужно сразиться. А, вчера, кстати, друзья, я снимал серию, но она у меня не получилась и в ней я проходил испытания. Ярость Рафа, я дошел до четвертого эпизода. Как видите, там не потянул, всего лишь на две звезды прошел. Но это из-за того, что, друзья, мне дали такую команду. Ну вы посмотрите, вот такими я ребятами играл. То есть максимальный уровень у меня здесь Паукус и, как видите, враг 45 уровня. То есть они мне разбомбили всех, ну и потом в конце уничтожили Паукуса. В общем, я не справился с этим заданием на 100%. Дальше было у нас задание борцы с преступностью. Тут все хорошо, в принципе, друзья. Дошел до седьмого эпизода, но, к сожалению, здесь я не справился, потому что, как видите, противники 75 уровня, а мне дали вот такую вот команду. То есть забомбили они абсолютно всех. Плюс там эти были люди-грибы, которые постоянно на себя вешали уклонение, усиленную атаку. В общем, разобрали меня. Так что сегодня у нас на очереди испытания черепашья буря. Будем пытаться здесь пройти. Здесь всего три эпизода. Я думаю, наверное, два из них мы пройдем. Давай посмотрим для начала, какую нам бригаду дадут. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что же вы будете делать? Вы посмотрите, опять мне дают лажу полную. Ни одной карты имбовой. Ну, зэк, это я, конечно, все понимаю, но мне нужны Раф, Лео и Майки. Это моя основа. Железноголовый. Ну, а как видите, здесь дали 70 уровни, плюс Ванька-стиранка 60. Ладно, в любом случае, друзья, мы с вами попробуем пройти хотя бы эпизод 1. Может быть, даже маленечко пофармим. Так, ну а сначала, конечно же, будем выполнять ежедневные задания. Так, поднять уровень персонажа и сразиться в боях. Давайте посмотрим, что мы можем с вами здесь прокачать. Так, у железной головы нужно прокачивать нам громкоговоритель. Для этого нужно очень много всего. Так, что ж, давай попробуем с вами найти катушку с пленкой. Это нам нужно 5 штук, да? Уже 2 нашли. 3. Слушай, неплохо. Вчера все намного хуже было. Остаются еще 2 катушки. И все у нас будет хорошо. Дальше будем искать оставшиеся недостающие нам детали. А это будет именно дорожный знак. Их нужно 12 штук. Елки-палки. Вот с ними, как всегда, проблема. Даже не дорожный знак, а автомобильный номер. Так будет правильнее. Смотри-ка, второй. Ладно, здесь минусанули. Третий. Слушай, ну, намного лучше идет, чем эти самые катушки с пленкой. Я вчера их запарился набивать. Здесь так все лично намного лучше. Так, секунду, друзья мои. Мы, наверное, уже с вами выполнили задание. Здесь забираем, здесь забираем и поднять уровень персонажа. Так, сколько у нас с вами мутагена? 12 тысяч. 12 тысяч. А это значит, мы можем с вами улучшить. Армагона сможем или нет? Сможем. Так что он получает 66 уровень. Отличненько, друзья. Забираем остатки роскоши. И, наверное, пойдем вначале, конечно же, на арену. Это по стандарту. Опачки. Надо обязательно, друзья мои. Что? На телепорт... Чили. Ну и название. Язык сломаешь. Друзья мои, ну это я, наверное, за кадром набью. Да, эти порталы. Они мне, конечно же, нужны будут. Ну, а мы сейчас отправляемся на лигу. И, как видим, я в Лиге Сегунов. Две звезды. У меня ранг 45-ый. Мико, Павел и Тиран. Мико, Павел и Тиран. И я, наверное, начну с Тирана. Потому что здесь максимальный уровень 57-ой. В принципе, враги довольно батные. Начнем разборочку с помощью Леонарда. И будем здесь с вами использовать, наверное, 50-ые уровни. Я думаю, что они справятся. Но для подстраховки я возьму еще сюда, наверное, Ваньку Стира... Нет, не Ваньку. Возьмем Усаги. Потому что у Усаги у нас появилась массовая атака. Чему я очень рад. Единственное, что она не прокачанная. Надо будет как-то этим заняться вплотную. Ну что же, делаем супервертушку от Леонарда. И остается лишь только Донателло, которого Хан, я надеюсь, добьет. Норма. Норма. Мы сразу с вами поднимаемся по рангу. Хотя нет, нет, я ошибаюсь, друзья мои. Мы были с вами на 45-ой позиции. Наверное, где-то будет позиция 20-ая. Оу, да ладно. 31-ая. Слушай, таким макаром нам придется с вами здесь долго зависнуть. Так, что у нас тут? Нган, Леонард и Ака. Хм. Ну, я предпочитаю взять, наверное, Ака. Потому что здесь все-таки 21 кубок внизу, да? Поэтому давайте возьмем. И, как мы видим, здесь 60-й уровень уже. То есть опасочка, причем большая, друзья. Возьму я, наверное, здесь Армагона для подстраховки, да? И возьмем, наверное, обычную караечку. Если что, она своими кунаями, надеюсь, сможет здесь добить ненужных нам оппонентов. Ну, вначале, конечно же, Леонардо со своей супервертушечкой. Так, смотри-ка, осталось очень много персонажей в живых. Так, бросаем куная от карайки. Ну, и Армагоша, естественно, добивает своей ультой броском, как говорится, метеорита. Да, друзья, тут все отлично у нас. Никого не потеряли. И мы продвигаемся с вами дальше. Я думаю, что сейчас будет где-то позиция 15-я. И нам еще, наверное, предстоит бой. Ну, максимум 2. Для того, чтобы перейти на Лигу Сюгонов 3 звезды. Ну, как видите, 16-я позиция, да? То есть, я уже, предполагаю, нам придется все-таки 2 боя сделать. Так, здесь мне придется, наверное, драться с Омпрокач. Ё-моё, как вы такие прозвища-то выбираете? Омпрокач, ёлки-палки язык сломаешь. Ладно, друзья мои, 61-й уровень бойцов. Это 62-й, я вижу, здесь максимальный. Поэтому возьмем тоже Змейка Вьюна. Возьму Змейку Карай. Возьму нейтрализатора. И, скорее всего, я здесь возьму нашего Шархана. Да, ну, в принципе, мне, друзья, нужно отыгрывать своих слабеньких персонажей. Для того, чтобы дальше и больше нам проходить. Ну, что же, вертушка от Лео. Кстати, вчерашняя игра у меня была, друзья, без Лео. По-моему, 2 боя с Леонардом. А остальные я проходил чисто по уровню персонажей. Ну, как видите, все у нас тут хорошо прошло. Если бы я знал, что Лео вот так вот легко будет справляться, я бы не брал с собой столько хороших персонажей. Но нет. Нет, нет, еще раз нет. На вторую позицию. Они специально это тянут, друзья мои, время для того, чтобы я как можно больше персонажей потратил, да? Как можно потратил больше откатов и получил наименьший результат. Так, Геральт. Катрин, кстати, Катрин очень такая симпатяшка. И Адбулах. Или Абдулах. Не имеет значения. Так, я, наверное, определюсь с Катриночкой. Да, Катриночка, я думаю, что ты будешь не против, если мы с тобой немножечко поборемся. 62 уровень здесь. Это опасненько. Но я думаю, что мы здесь с вами справимся. Кирби брать опасно здесь. Возьму-ка я, пожалуй, Криса Брэдфорда. Он пойдет у нас как добивающий. А может быть, как даже баффер. Катрин, у тебя какая-то улыбка неестественная. Или это так просто на фото? Ладно, друзья мои. Делаем вертушку от Лео. Опа, нежданчик, друзья мои. Я не думал, что все выживут. Да хорош. Так, кто у нас будет в следующем ходить? В принципе, Бибобчик сейчас пойдет, да? Потому что у него шкала почти заполнена. И Рафик. Ну-ка, давай попробуем, наверное, так сделать. Или это майки у нас? Так, что-то гранату бросает. Ай-яй-яй, вот я боюсь, друзья мои, за Ванюшу. Так, Тимми, наверное, придется тебе взять провокацию. Я знаю, что я рискую очень сильно. Опачки. Ну, Ванюша, не подведи родной меня. Не подведи. И он не подвел. Вы видите, да? Прекрасно, что он всех их расстрелял. И мы продвигаемся с вами дальше. Я так думаю, что мы в данный момент просто влетим в Лигу Сегунов. Три звезды. И позиция у нас 89-я. Слушайте, неплохо. У нас на конец недели, скорее всего, выйдет Лига Мастеров 1-я звезда. Ну, никак не могу я дойти до Лиги Мастеров 2-я звезды. Хоть ты тресни. Один раз, по-моему, или два за все время так у нас получалось. Ладно, не будем расстраиваться. Анель, Феликс и Ольга. И Ольга. Ну, я предпочитаю взять, естественно, нашего соотечественника. И это будет Олечка. Так, 62-й. А я вижу уровень максимальный. Лео, бедный Лео, я тебя уже затюкал, скажи, да? Рэй, ты достал меня. В каждые бои берешь. Ну, а куда деваться, Лео? Такая твоя судьба. Я тебя для чего прокачивал? Раньше у меня был любимчик Рафаэль, а теперь любимчик стал Леонардо. Так. Ну вот, уже немножко лучше, друзья мои. Но все равно опасочка есть. Берем провокацию на Рокзара. На Рокзара мы взяли. Так, что, 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 что ты делаешь, а? Что ты делаешь? Плевок. Давай плюнем, наверное, мы в Ваньку. Муха, ну ты, ну ты навозная муха, а? Даже попасть не смогла. Ладно, бросаем сюрики от Донателло. Ну вот, видите, вот это я понимаю. Вот это вот парень работает на 100%. Все. Выиграли мы здесь. И, конечно же, продвигаемся дальше. 89-я позиция была. Я думаю, сейчас будет где-то 75-я. Ну, надеюсь на это. Давай посмотрим. 76-я. Ну что же, около-около. Давай дальше двигаться. Захар, Бобби и Хай. Идите вы со своим Хаем. Я вот возьму Захара. Будем с ним тут бомбиться. Так, Лео, давай обратно к нам в команду. Ой, рискую, друзья. Очень сильно рискую. Ну, куда деваться. Так, возьмем сюда Зека. И я возьму, наверное, Майки нам взять. Или давай возьмем Бакстера. Так уж и быть. В общем, друзья, еще один бой у нас впереди с вами будет. Ну, а дальше уже идем на испытания. Так, бросаем бомбочку от Зека. Я думаю, сейчас в оглушение. Так, все практически попали, да? Теперь делаем с вами супер-вертушку. И я думаю, что все падают. Хм, Бакстер Стокман выжил. Ну ладно, получи от двойника. Шикарно. Ну, по-другому и быть не могло. Значит, сейчас будет где-то 66-я или 67-я позиция. Я предполагаю, что именно так должно получиться. 62-я. Вообще найсово. Так, друзья мои, ну что, делаем с вами заключительный бой. Саманта. Ух, какая Саманточка. Так, Бобби и Влад. Влад. Нет уж, я хочу с Самантой подраться. Раз, два, три. Слушайте, мы будем здесь брать Леонарда или нет? Наверное, придется, да? Или же не будем? Просто мне еще нужно отыграть малышей. Хм. Малышей, если брать... Слушай, ну хорошо, ладно, сделаем последний бой. Все, сделаем последний бой. Я возьму Леонарда. Ну, такая вот команда могла бы и сама справиться. Просто Эйприл слишком слабенькая. Ну, сами видите, 46-й уровень. Вот этот вот, например, бомбанет и все, и она может упасть. Для этого я взял Леонарда. Да, Саманта? Ах ты хитрая лиса. Ладно, погнали. Делаем, естественно, уклонение. Оно никогда не будет лишним. Дальше делаем вертушку. Я думаю, что кто-то упадет, 100%. Ага, кто-то упал. Так, вот этого не надо делать. Хорошо, что у нас было уклонение и, видите, даже не попали. Естественно, сразу ставим Рафаэля в провокацию. Ну, и все. Из массовых атак они не успеют сделать, потому что Железная Голова всех добивает. Отлично. Ну, что же, с Лигой мы на сегодня заканчиваем. И идем на испытание. Так, посмотрим, 50 место получим или нет. Да, ровно 50 место. Шикарно. Так, что у нас, друзья? 30 монет и 132 доллара. Так, что я сделал вчера, друзья? Я вчера еще проапал немножечко. Кого же я проапал? К Северомонтеса, если я не ошибаюсь. Нет, я ошибаюсь. А, да-да-да. У нас же был с вами Саблезуб непрокаченный. И он вчера у меня получил последнюю пятую золотую звезду. Так что, друзья мои, остается перевести его лишь в платину. Ну, я думаю, что он пока потерпит. У нас здесь с вами есть кандидаты получше. Например, Усаги, да? И Тигриный Коготь. Об этом тоже не стоит забывать. Но я думаю, что все-таки Усаги будет получше. Тигриный Коготь хорош, но он может потерпеть. А вот Усаги терпеть не будет. Ой, да. Да, также у нас Донателло просится в платиновый ранг. Рахзар. Господи, у нас очень много с вами героев, которые достойны действительно перейти в платиновый ранг. Но, как понимаете, у меня не хватит осколков все это сделать сразу. У меня всего лишь 180 в данный момент. Это платиновых. И 24 золотых. Кстати, монетки в последний раз я потратил в магазине. На что? Конечно же, на 10 золотых осколков. Может быть, конечно, я это делаю зря, но все-таки. Так, а жетоны? Жетоны на что мы будем с вами тратить? Я потратил в последний раз на 3 ДНК для Пита. И, как видите, у него 43. То есть, еще 7 ДНК. И он у нас будет в кармане. То есть, не он будет в кармане, а он у нас прапается. По-моему, на третью бронзовую звезду. Да, вот такой вот он у нас ватненький. Ну что, друзья, идем на испытания. Кстати, мы на остатки роскоши сможем с вами, может быть, даже вот здесь немножко пофармить. Нет, не здесь. Вот здесь, потому что здесь, видите, да? По 2 ДНК. Можно Роквела достать, можно достать Пита. Посмотрим, друзья, как у нас пойдет. Кстати, а давай-ка глянем вот сюда, в клан Фуд. Может быть, мы здесь? Вот. Вот, друзья, мы здесь можем один бой с вами провести смело. Так, ну это потом. Вначале, естественно, наше испытание Черепашья Буря. И, как видите, здесь очень-очень много разыгрывается черепашек. Да? Именно ДНК. Ну и основа. 3 платиновых осколка. Плюс 60 голды. И майки. Ну, майки нам не нужен. Ладно, друзья мои, поехали. Берем нашу команду. Команда Гуфи. И вперед. Вперед. Не забывайте, здесь будет 4 волны. И все эти 4 волны будут составляться из черепашек. Так, давай массовую атаку. Так, секундочку. Что нам нужно сделать? Наверное, надо уничтожить нам, в первую очередь, майки. Хотя Лео будет хилять. Ладно, я, наверное, вот так начну. Лео, по идее, должен... Ах ты, зараза. Ты посмотри. Я забыл. Я забыл, что майки у нас может хилять. Черт подери. Рафаэль, смотрите, он встанет в стойку. Попробуем пробить. Не вышло ни шиша. Так, и Лео. Слушай, они все потратили свои друзья скиллы на отхил. Придется нам теперь с вами бомбить. Ай-яй-яй. Так, в этой команде, как всегда, нет у нас хиллера. Не стоит об этом забывать. Поэтому надо действовать очень и очень аккуратно. Я так и думал. Я так и думал, что он встанет в стойку рано или поздно. Доня сейчас, наверное... Ага, укрепляет команду. Ну что ж, попробуем пробить. Да, Рафаэля мы пробили с вами. Дальше у нас идет... Хотя Донателло можно не трогать. Я думаю, что он от постепенного урона сам крякнет. Вот, если только майки... Да, майки упал. Ну, тогда уже добиваем Донателло. Переходим с вами на вторую волну. И здесь у нас все черепашки из фильма. Так. Опасные-опасные типки на самом деле. Ладно, начну, пожалуй-ка, я с Лео. Я знаю, друзья, что майки может здесь захилять. Но если он успеет, конечно. Хе-хей! Не успел. Оказывается, он очень ватный. Так, давай-ка бросим, наверное, гранатку свапи, да, Ванюшей? Ой-ой-ой, постепеночку не повесили. Провокацию я брать не буду. Наверное, так добью. В плане... Не вышло ни шиша. Слушай, самое главное, чтобы они, друзья, не делали своих массовых атак. Я знаю, что у Донателло фильм, и он делает именно массовую атаку. Господи, посмотри, что у нас тут происходит. Ванюша, бедный, уже на пол-ХПшках там живет. Так, здесь, значит, у нас черепашки все из видения, да, получается? Так. Ну, естественно, нужно уничтожить, в первую очередь, Донателло. Потому что он у нас маг. Маг плюс хиллер. Ну-ка. Замедлили, но не всех. Я думаю, вряд ли мы пробьем, конечно. А, нет, получилось. Слушай, Крис, а вот это ты круто сделал, молодец. Поздравляю. Так, давай, наверное, Рафаэле попробуем бомбануть. Шикарненько. Ну что же, добьем, наверное, Майки и Леонардо теперь. Нормуль. Четвертая волна. Так, самые-самые злые черепашки, да, здесь у нас. Значит, так, Рафаэль хиллер. Майки, естественно, укрепляет свою команду. Лео очень сильно дамажит. Поэтому, наверное, начну с Лео. Хотя надо было начинать, наверное, с Рафаэля. Ладно, фиг с ним. Опа, минус Лео. Шикарно. Давай-ка теперь попробуем Рафаэля наказать. Рафаэль, почти добил. Ванюша, не подведи. И он меня не подвел. Найс. Ну, естественно, Майки укрепляет свою команду. Правда, уже он опоздал с этим делом. Ну, я думаю, что мы опередим. Опередим их. Так, минус Майки. И остается лишь Донателло. Я на всякий случай, друзья мои, сделаю укрепление нашей команды в плане брони. Ага, Ванюшу хотел наказать. А будь он без брони, скорее всего, повалил бы его. Ладно, сейчас мы быстренько здесь расчехлим. Ну, Крис, отлично. Все, друзья. Ну, как видите, мы прошли здесь на ура. Да? На три звездочки. То есть, идеально. И забираем свой реворд. Ай-ай-ай, как хорошо. 60 долларов. Три. Три платиновых осколка. И ДНК на Майки. Ну, что? Я не знаю, друзья. Эпизод второй. Ах, на пределе. На пределе. Тут уже ничего не скажешь. Но я... Я рискну. Друзья мои. Я все-таки хочу рискнуть. И попробовать здесь пройти. 70-е уровни. Мы практически на равных идем, да? Ну, что же. Начинаем с бомбочки. Так, замедлили только лишь Рафаэля. Майки успевает, естественно, успевает укрепить свою команду. Ну, правда, только лишь на атаку. Но этого тоже... От этого тоже мало чего веселого, друзья мои. Рафаэль сейчас будет больше, чем уверен, хилять. Ой-ой-ой, не могу пробить. Блин, да что ж такое-то? Что же вы делаете, ироды? Плюс там Донателло готовится. Угу. Воу. Рафик упал. Друзья, Рафик упал. Дальше у нас что по плану? Давай попробуем выпустить маузеров. Слушай, ну неплохо, неплохо. Ну-ка, Ванюш, кого-нибудь шлепни. Так, что делать, Майки? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Массовая атака, да? Слушай, друзья, вот здесь, скорее всего, мы с вами сфейлимся. Потому что у Баксера Стокмана уже здоровья нету. У Ванюши тоже. А, как понимаете, у нас хилера здесь нету. Хм, и Ваню мы потеряли с вами, господи. И все лишь потому, что у них слишком большая инициатива. Да и не пробить их, если честно. Так легко не взять. Ну ладно, переходим с вами на вторую волну. Противные черепашки, а? Что же, что мне с вами делать? Ну что это за атака, друзья мои? О-о-о-о, все. Все, тут, друзья мои, вы прекрасно видите, к чему идет расклад. Сейчас нас тут по одному и распишут. Жесть! Что не удар... Что не удар с их стороны, то с моей стороны потери. Да, честно говоря, я думал, что смогу здесь, ну, хотя бы до половины дойти. Но не тут-то было. У них 70-й уровень. У них инициативы больше, чем у моих персонажей на 75-м уровне. Ну как такое может быть? Я не знаю, друзья, я не знаю. Ладно, в общем, я эпизод этот не потянул. Вот не хватает на них моего Лео, Рафа и Майки. Вот не хватает на них. Они бы сразу тут поплакали. Ну что, друзья, попробуем пройти вот этот вот эпизодик, да? Клан Фуд. А что пробовать? Мы в любом случае его пройдем. Нет, вот этого мы не будем с собой брать. Будем... Четыре персонажа у нас будет. Но зато стопроцентный проход. Так, хорошо дудеть. Молодец, Рафик. Ну, давай поставим уклонение. Так уж и быть, потому что здесь клан Фудовцы, тем более мутированные, да? Которые идут и с рапирами, со сковородками, с какими-то... С булавами, в общем, со всякой трихомодией. Так, маузер у нас падает. И давай вот, в конце концов, разбирать вот этих хламонов. Ну, самое идеальное, что у нас, друзья мои, у ворот. Он срабатывает на 100%. Мне надо было сейчас Донателло не бить просто, а надо было сюрикены применять. Поздно, понял я. Ладно. Так, сможем пробить? Почти уничтожили. Да что ты будешь делать? Что у них такая инициатива? Через каждый ход. У них как будто контратака висит. Ладно, в любом случае, здесь у нас с вами есть отхил. Я, наверное, поставлю дополнительную броню себе. Вот, достал, а? Докопался. Пошел вон. Переходим с вами на вторую волну. Здесь у нас к северу Монтес. Воу-воу. Острозуб. Карайка. Бакстер Стопман. И Крис Брэдвард. Надо начинать, скорее всего, с Острозуба. Так. Неплохо майки дал сейчас в данный момент. Попробуем вот так вот пробить. Может постепеночка повестится. Но нет, не тут-то было. И бросаем сюрикены. Донателло. Так. Слушай, друзья мои, неплохо. Но я боюсь, сейчас они встанут. В провокацию. Хотя нет, нет. Не успевает. Я убиваю Острозуба. Теперь. Я боюсь, что Бакстер Стопман что-нибудь такое замутит сейчас. Скорее всего, выпустит волну смертельную. Почему-то мне так кажется. О, йо-йо-йо-йо. Хорош. Монтес. Почти, ребята, ушатали его. Ага. Контратака пошла, да, значит? Контратака на двоих стоит. Плюс автоматически почему-то у них повесилось укладение. Ладно, я думаю, что я смогу добить карайку. Отлично. Так, здесь мы с вами захиляемся с помощью майки. Вот, шикарненько. И добиваем к северу Монтеса. Я попытаюсь его вот этой бомбочкой. Отлично. Дальше нам надо добить Бакстера Стопмана. Ну и Крис Брэдфорд. В принципе, ничего сложного нет в нем. И мы его спокойненько сейчас расчехлим. Отлично. Переходим на последнюю третью волну. И смотрим. Так, командочка еще та на самом деле. Значит, начнем мы с вами, пожалуй, с мухи. С мухи с этой навозной. Да, здесь, конечно, Донателло, но совсем не Айс. Потому что у него очень слабенькие атаки. Очень слабенькие атаки. Давайте сделаем вертушку. Все равно это последняя волна у нас. Ах, как красиво-то они упали. Контратака висит, но Шархану это не помогло. И мы добиваем Рокстеди. Все. Друзья, ну тут идеально. И красиво так прошли. Прямо на одном дыхании. Все сработано было идеально. Естественно, как я понимаю, нам на второй эпизод лучше не идти. Хотя можно просто глянуть. Да, тут 80-е уровни. 80-е. А у нас вот такая вот командочка. А что разыгрывается здесь? Так, награда за первое прохождение. А здесь у нас... Ну, я даже... Давай попробуем. Давай, давай попробуем. Может быть, все-таки нам улыбнется удача. Хотя, я еще раз повторю, друзья мои. Тут три волны. Это уже радует. Хотя, я вам скажу одно. Что даже мобы, если нашего одинакового уровня, они будут здесь бомбить очень-очень сильно. То есть, мобы. Я уже не говорю про основных персонажей. Так, надеюсь, мне уклонение здесь хоть как-нибудь поможет. Ты посмотри, они все равно попадают. Умудряются попасть по мне. Так, минус маузер, надеюсь. Отлично. Давай, наверное, вот этого тоже маузера с вами попробуем накрыть. Подожди, 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 подожди. И вот, давай броню поставим себе дополнительную. Вот так вот. Ага. Захилял маузер. Почему ты не бьешь Рафаэля, а? Хиляться, я думаю, пока нет смысла, да? Будем просто с вами атаковать. Обычными атаками. Так, маузер пошел отсюда. Ну что, остаются у нас вот эти вот два мутированных кланфутовца. И нам нужно с ними разобраться. Воу. Они ватные оказываются. Так, хорошо, минус один. Давай-ка вот так вот бомбочку бросим. Слабовато. Можно, в принципе, нам хильнуться. По идее-то, да? Уже как бы на предельчике мы с вами играем. Боюсь, Донателло мы сможем потерять. Буквально в следующем бою. И вот основная шайка. Лейка, друзья мои. Тут как-то надо очень быстро с этими всеми. Тут два провокатора. Острозуб и Рахзар. Плюс очень много дамага. Ладно, начнем вот так вот. Повесь постепенку. Не хочет, друзья. Не хочет он вешать. Почему? Ума не приложу. Ладно, тогда давай. О, вертушка. Вертушечка. Хотя зря я, наверное, ее потратил. Потому что у нас еще впереди предстоит один бой. Уничтожим с вами Бибопа. Ага, Рахзар, наверное, сейчас провокат. Ну, естественно. Конечно же, провокат. Опа. Парень, ты так не шути, пожалуйста. Нам нужно хиляться. Если мы хотим, чтобы Донателло у нас остался в команде. Ну. Ладно, пускай будет так. Очень слабо бомбим. Ничего себе ты бомбишь. Не по-детски. Я пока не буду, друзья, тратить хил. Это ни к чему. Вот уклонение. Уклонение, да, пожалуй, можно. Потому что там уже следующая будет волна. Заключительная у нас. От хил врубить. Не буду я пока врубать ничего. Давай посмотрим, кто у нас здесь будет стоять. Так. Бакстер, Стокман. Ой-ой-ой-ой. Такие противники, друзья мои, очень-очень сильные. Да елки-палки, Донни, ты со своей никчемной атакой... Давай, наверное, так попробуем. Ай. Они поставили себе уклонение, да? Нет. Не все. Вот на Крис Брэдфорд уклонение повесилось. Нам нужно уничтожить как можно быстрее. Ага, пока хорошо. Я думал, сейчас понизят нам. Но ничего не получилось. Так, друзья, уничтожаем. В плане? В плане? Я думал, что мы сейчас уберем с вами. Бакстер, Стокман с поля боя не вышло. Ну-ка, атак. Фух. Повезло. А знаете, почему я боялся? У него уже массовая атака. Причем довольно не слабая. Но у Шредера тоже есть. По-моему, мы здесь с вами по инициативе проигрываем. В кого? Наверное, в Донателло, нет? Нет. По майке. Слушай, друзья, нам нужно как можно быстрее хильнуться. Ё-п-э-р-с-э-те. Все-таки мы потеряли с вами. Все-таки мы с вами потеряли Донателло, друзья мои. Не успели. У них слишком большая инициатива. Они ходят практически каждый раз за разом. Ладно. Будем тогда наказывать. Главное, что нам пройти этот уровень. А там уже неважно, на три звезды, на две. Успокойся, Шархан. Не надо выделываться. Ну, вот здесь вот майки, конечно, все портят. Я не спорю, друзья мои. Уклонение, которое у него есть, это хорошо. Но кроме него, у него больше ничего нету. Кроме уклонения. По атаке он слабак. Ульта у него никчемная. Вы сами видите, она практически прокачана у меня полностью. Как там здесь быть? Так что только за счет уклонения мы с вами здесь далеко, конечно же, не уйдем. Так, Крис, ты сделал себе дополнительную защиту. Я думаю, что она тебе здесь не понадобится. Да, друзья, прошли. Но потеряли с вами Донателло. Но я в любом случае не мог его спасти. Как бы я ни старался, его все равно бы подбили. Я бы даже отхиляться не успел. Так, друзья мои. Ну что же, мы получаем с вами снаряжение Клан Фуд. Это уже второе у нас. Не знаю, правда, куда мы это будем с вами все тратить. Эпизод третий. Как я понимаю, вообще лучше не суваться. 90-й уровень. Да, плюс еще и платиновый ранг. Конечно же нет, друзья. Конечно же нет. Я не пойду. Вот на испытание здесь. Так, у нас. Три разика могу крутануть, так сказать, рулеточку. Давай попробуем. Кто нам выпадет? Ага, Рафаэль Видение. Неплохо. Дальше. Мик Еванжело Фильм 2. ДНК. Тоже неплохо, друзья. И последняя попытка. Ай, Микеланджело. Две ДНК, но нам он не нужен. Так, друзья мои. Ну что? Остается лишь только мне набить, как говорится, телепорты. Ну, это все на самом деле делается быстро. Без проблем. Просто ставишь на автобой. И они с одного удара здесь валят. Этого железноголового. И, естественно, мы с вами получаем телепортики. Вначале немножко, потом побольше, побольше и повозрастающий. Так, давай дальше прикинем, что завтра нам нужно с вами сделать. Ну, во-первых, попытаться пройти в Лигу Мастеров. Это раз. Во-вторых, во-вторых. Кстати, давайте-ка глянем, сколько у нас, сколько у нас дают осколков ДНК на черепашек, если мы в Лиге Мастеров. В 40. 40 нам на Донателло, да? А сколько нам не хватает для того, чтобы его, например, прапать? Так, Донателло, ты у нас где? Донни, 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 Донни. Да ну, вот он, друзья мои. Нужно 80, да? 80 осколков, 80 ДНК для того, чтобы его прапать в 4-й серебряный ранг. То есть, получается, если мы с вами в Мастерах остаемся, у нас как раз тютелька в тютельку все это будет хватать. Нам нужно в любом случае остаться в Мастерах, друзья. Остаться в Мастерах. Хочешь ты этого, не хочешь, иначе у нас ничего с вами не получится. И неделя прогорит просто зря. Так что, вот такие вот, друзья, планы на завтрашний денек. Ну что же, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до скорых новых видосиков. Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok